Что немецкие генералы говорили о русских солдатах? Еще в июле 1941 года фельдмаршал Браухич записал о русских, что это первый серьезный противник. Генерал-полковник Гальдер, начальник фельдмаршал Клейст писал, русские с самого начала показали себя как первоклассные воины, и наши успехи в первые месяцы войны объяснялись просто лучшей подготовкой. Обретя боевой опыт, они стали первоклассными солдатами. Они сражались с исключительным упорством, имели поразительную выносливость. Генерал сухопутных войск Вермахта в своем дневнике отмечал, что в летних боях 1941 года советские бойцы ожесточенно сражались и нередко взрывали себя в дотах. После войны генерал-полковник танковых войск и военный теоретик Гейнс Гудериан написал статью под названием «Опыт войны с Россией». В этой работе проанализировал попытки иностранцев завоевать Россию пришел к выводу, что русский солдат всегда отличался особым упорством, твердостью характера и большой неприхотливостью. Во Второй мировой войне стало очевидным, что и Советское Верховное командование обладает высокими способностями в области стратегии. Поставь лайк если было интересно.